отелька привет слушай у меня вот все хорошо только машина сломалась и она не заводится просто не заводится и все покрутила немножко и не заводится я буду разбираться что с ней случилось два дня назад я хотел завести вытащить из гаража она не вышла крутилась что-то затраил движок потом опять так и сейчас пришел я с компьютером буду подключать ну и посмотрим что там за ошибки да малышка я тебе расскажу что у меня я очень надеюсь что с машинкой все хорошо может просто какая-то катушка там или что вроде все сюда поменял все поменяно но странно так не должно быть у нее пробег правда большой полмиллиона но я регулярно меняю масло регулярно меня свечи топливный фильтр все меняю как надо езжу аккуратно посмотрим может это датчик полетел надеюсь что что такое дни серьезно но посмотрим я подключила к компьютеру получается что у нее неисправен вентилятор но это я знаю это ничего страшного это без него можно ездить я его сделаю со временем есть еще ошибка на лямбда зонт но это тоже все речь у меня всегда на появляется и больше ошибок никаких нет поэтому очень странно может еще здесь скрытое что у нас тут скрытое тут у нас шесть записи да посмотрим вот у нас неисправность вентилятор лямбда зонт а тут всякие тег об но это было когда так даун но вот это надо посмотреть что это такое да он может какой-то датчик неисправен буду искать что это такое смеяться у меня даже нужно по диагностике перестал работать вот он мне кажется он подгорел не знаю что случилось но больше он не видит машину буду думать что делать 5 смотри камня машинку вот смотри сейчас я буду пробовать ее завести поставлю ключик значит поставлю сюда и давай заведем ничего не получается странно но она немножко поработала вот и потом опять перестал работать тоже это может быть надо думать келька я решил что надо проверить систему зажигания первым делом что еще можете попробую выкрутить свечки и проверить катушки сейчас съезжу за этим его попробую использовать чтобы проверить сопротивление катушек посмотрим какие они есть поставим их на место выкрутим свечки посмотрим какие они с тобой да эти покажу какие свечки в машинке дальше будем смотреть что может еще быть да интересно но надеюсь что все там в порядке я ничего такого не делал я выехал из гаража хотела заделать колеса поменять выехал потом заехал но я на совсем мало работала и долил масло туда потому что я сделал уровень масла был низкие долю больше ничего не делал почему она перестала работать очень интересно надо думать я пока не могу но у меня знаний мало но хочется самому додуматься если что я буду делать такие действия которые не повредят машине а если вдруг не получится тогда поконсультируюсь со знающим человеком я поехал за мультиметром у меня оказалось что мультиметр влепый я не могу его достать одним словом зато нашел бмв сканер бобер так называемый вот я его сейчас включил машине смотрю ошибки сейчас какие ошибки по двигателю потому что у меня провод же этот сгорел который вот этот все сгорел надо новый заказывать и посмотрим что там есть но я очень надеюсь что что то не сильно не очень серьезное что такое чтобы можно было ну как в порядке вещей поменять и все но не знаю как будет не знаю он тут что-то ищет там что-то смотрит интересный раз хочешь покажу тебе на и тебе на не тесно это рядам как внутри да где что-то он сканирует модули и он пока занят но ничего нельзя сделать надо подарить пока он все про сканирует а потом мы посмотрим пока всякие модули некоторые модули у меня нету поэтому он так быстро быстро сейчас посмотрит и что куча модулей которых нету но ему надо все про сканировать вот он про сканировал и будем смотреть и что получается первая страничка вот у нас мотор давай его откроем можно так вот откроет вот откроем errors пресс errors вот мы найдем и у нас тут получается принципе те же самые ошибки которые были у меня там у у меня идет ошибка электрический вентилятор только и температура до катализатора и вот больше ничего нет можно на русский переключить видишь на немецкий и на месте ничего особого нету так что да да посмотрим еще мне ошибки стирать не будем вернемся вот пишет 501 1630 километров пробег на двигателе но так и должно быть больше ничего такого интересного тут нету а как тут а в этом можем закрыть еще всякие другие ошибки а вот действия конечно много да и посмотрим что по свету тут очень много ошибок странно возьмем ошибки вот здесь всякие термалл его сенсор фронт нравится и дает фогла здесь много разных ошибок дает фогла ли брейк лайда на этом и все можем скинуть и потом у нас появится еще это ничего вот такие вот такая программа коллега у меня есть я и первый раз сегодня попробовал но пока что непонятно что у нас с мотором я попробую завести еще раз смотри вот я сейчас все-таки отключу этот этого бобра давай отключим потому что это мало ли тут тоже сгорит вытащим вот так вот выглядит о заработала да посмотрим немножко газ нажмем о смотри-ка и все и перестала работать давай еще посмотрим и вот больше не работает странно вот что это может быть посмотрим что у нас со свечками из катушки вот здесь вот у нас свеч нам надо будет здесь вот а вытащить такие заглушечки вот такой чудо тут много очень масло смотри вот-вот-вот-вот здесь тоже посмотрим как тут нет сухо наверное все таки это масло оказалось здесь потому что это заливаешь на немножко туда проходит но вообще надо посмотреть какое состояние у нас тут и елочка еще снял в эту крышку и тут вот есть шесть катушек зажигания и тут надо посадить вот мне кажется здесь очень много масло посмотри вот здесь вот масла вот он здесь здесь тоже масло тут масло здесь ну-ка ну так на палец не видно вот если взять но так прилично тут масло написать может там много масли сейчас я лечка возьмем вот эту катушку вытащим смотрим что здесь ну-ка посмотрим но я не думаю что она вся в масле ну-ка увидишь как выглядит катушка зажигание вообще на них ошибок не было стоит может быть они в порядке надо смотреть смотри начало их надо здесь отсоединить вот так вот теперь можно вытащить ну вот такая вот катушка зажигание я не скажу что она вся в масле но нормально нет ничего такого масляного сейчас посмотрим открутить свечку как она выглядит посмотрим как выглядит свечка так вот свечка ух ты ну свечка конечно выглядит печально смотри зажигание панару сейчас подожди к лампу возьму вот она такая ну очень печально выглядит свечка я думаю что поэтому она и не загорается а что там внутри там наверно много гадости вся да малышка это может быть точно с этими свечками связано реально такой нагар сейчас покажу получше смотрели видишь какая свечка она очень черная и она в масле я предполагаю что из-за этого она плохо работает я попробую ее почистить и попробую туда запустить двигатель если почистить зато хорошо но раз попадает туда она вся в бензине кстати она бензином пахнет там получается что да она в бензине и там получается что бензин весь не выгорел наверное ему было сложно начать сейчас я попробую почистил свечку и все свечки почистим это пробуем его запустить еще раз вот смотри сейчас вроде почистил свечку ну чуть-чуть у меня много не было возможности почистить попробую сейчас другие вытащить его также все почищу уже это не буду показывать а потом когда это все почищу поставлю и попробуем завести машинку если поедет то будет очень здорово тогда поеду сразу куплю новые свечки потому что эти свечки я посмотрел я на них проехал 25 тысяч километров но вообще не знаю так никогда раньше не было или свечки плохие хотя покупал дорогие или может быть еще проблемы у нее есть фокус меняют да покажу тебе потом 2 свечки я уже почистил и еще четыре осталось надо пойти работать еще почищу попробуем завести машинку но если заведется отлично а если не заведется тогда будем думать дальше сегодня другой день но мне все-таки удалось эту машинку завести свою и все хорошо оказалось это свечки но увидела какие они страшные вот они все такие были все были такие теперь нормально слышно значит смотри все свечки были страшные я их все почистил так абы как щеточкой быстро и машина сначала не хотела заводиться но она потом завелась поработала заглохла потом я ее опять завел и она работала уже долго там минут пять я пока там в гараж за и взял другую машину эту вытащил все хорошо потом не успел тесто снять как как я там делал потому что я забыл сумку дома с видеокамерой вот так ну вернее с телефоном и пойду теперь сейчас поработаю поеду на техосмотр буду продавать не продавать а как это сказать проходить вот проходить тихосмотр и все и по и и потом тебе может засниму видео как что тихосмотр не знаю но может не получится но в итоге все нормально с нашей машинки будем еще кататься хорошо сейчас поеду потом когда приду тихосмотр сразу закажу новые свечки поменяю маслом и буду заказывать вентилятор вот мне удалось там достать денежку и закажу новый вентилятор для машины и все это тебе запишу а пока очка все хорошо да я думаю что мы с тобой скоро увидимся пусть все будет хорошо и так далее и всем кто нас смотрит ребята до свидания желаю вам счастья удачи всего хорошего пусть детишки вас любят